Чтобы понимать, как работают объекты в языке Python, необходимо помнить о том, что данные вообще бывают разные. Например, у нас есть числа, у нас также есть списки и, допустим, у нас есть строки. Если бы оперативная память нашего компьютера была складом, то объекты мы бы назвали скорее коробки. То есть мы бы создали коробку с единичкой, мы бы создали коробку с двойкой, мы бы создали коробку с тройкой, мы бы создали коробку с листом, и мы также бы создали коробку со строкой. И неважно, какие данные мы бы хотели хранить, мы бы сначала поместили их в коробку и только потом поместили бы их на склад. То есть в нашем понимании объект — это некоторый контейнер в памяти, который содержит данные. Несмотря на то, что объекты в языке Python — это абстракция и контейнер для данных, неверно было бы сказать, что все данные в языке Python представлены лишь объектами. Вернее, было бы сказать, что все данные в языке Python представлены объектами и отношениями между объектами. Наглядным примером, пожалуй, может послужить список. Рассмотрим переменную a со значением 1, переменную b со значением 2 и список c, содержащий a и b. Тогда в оперативной памяти, помимо объекта для единички, объекта для двойки и объекта для списка, мы в том или ином виде должны хранить отношения включения. Мы знаем, что наш список c включает в себя a и b. Поэтому данные в языке Python — это объекты и отношения между объектами. Таким образом, объекты в языке Python предоставляют нам универсальный способ хранения различных данных в памяти. Однако объекты отличаются друг от друга. У любого объекта в языке Python есть три обязательные вещи. Это идентификатор, тип и значение. Продолжение следует...